всем привет друзья с вами алексей youtube канал австралия рулит но не с последними новостями сегодня эмиграции как обычно очередное видео у меня из новой калейдонии столицы нами где сейчас нахожусь друзья ну что же я как обещал уже побыл здесь 6 дней уже составил некоторое такое знаете впечатление могу поделиться своими мыслями 5 секунд друзья как я тут тоже сделал всякие речь очень небольшая оказывается новая калейдония 2 по величине остров в полинезии после новой зеландии и конечно я бы я буду сравнивать калейдонии новую зеландию потому что надеюсь тем кто наслышан по новой зеландии рассматривать туда эмиграцию это было бы интересно друзья ну вот насколько мне не нравится насколько минусы все эти в новой зеландии настолько они отсутствуют в новой калейдонии и настолько здесь плюсы перевешивают я поясню свою мысль в этом видео следующих несколько минут друзья ну во первых климат климат новая зеландия то чего вам не говорят аферисты на ютубе которые зазывают лохов новую зеландию это дубак это дубак это дубак это широта расположения новой зеландии ниже мельбурна вы знаете что в мельбурне то дубак а уж новой зеландии это просто все вот эти озера которые там показывают все эти океан там который есть до в нем круглый годичная ледяная вода об этом вам вряд ли кто говорит когда так опускается но это имеет место быть соответственно весь это вся все зачем вот я допустим эмигрировал чтобы жить на берегу теплого океана в австралии отсутствует новой зеландии пожалуйста в новой калейдонии она расположена на широте выше брисбана то есть здесь теплее чем в брисбане но не настолько адовый адовая жара как в кернсе например соответственно здесь вот сейчас зима теплющая вода потому что зимой в брисбане тоже же купается здесь еще теплее чем в брисбане при этом новой калейдоне отсутствует огромнейший минус который перекрывает все плюсы какие если есть плюсы в брисбане когда только они к сожалению и при перекрываются тем что там влажность соответственно постоянная стопроцентная влажность дождь моросящие тучи соответственно вот вам пожалуйста вы можете постоянно обтекать от пота что делают брисбанчане но это опять же вам они не говорят на своих роликах зазывая лохов в брисбан понятно иначе брисбан был бы сиднеем если вы там было сухо так вот новой калейдоне в столице великолепный сухой low humidity климат при этом тепло жара не чувствуется потому что нету испарений ты не потеешь постоянно дует ветер что великолепно вот сейчас такой легкий ветерок соответственно климат вот сейчас не умеет в столице калейдонии как сиднея у меня дома понимаете да лететь всего лишь два часа вот смотрите какая разница большая лететь три часа в новую калейдонию вверх немножко отсидные отсидные новую зеландию те же три часа вниз и новая зеландия абсолютно другая страна там хотя это одна один конгломерат полинезия но мы видим что как я уже сказал ни о каком купании никаких пляжем отдыхе в новой зеландии речи нет вода не просто холодная вода ледяная новая зеландия там миллион раз был я там купался в этих озерах ну на меня как на идиоту смотрели сразу видно ту реки игры да я сосед какой турик я большой брат австралии так вот новая зеландия калейдонии этого нет великолепный климат соответственно посмотрите сзади меня какой пляж вот это кстати мой отель resort то есть я единственная уже высказывал свое удивление как меня бизнес не занес в новую калейдонию раньше вот теперь я занесла 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 меня жизнь фактически можно рассматривать как наш штат как дача австралийская посмотрите какая красота ты зимой перелетаешь два часа лететь куда можно улететь в австралии за два часа на другой конечно австралии вас он австралия не улетишь дарвин не улетишь долететь часы я там не был ни разу не знаю сколько вот посмотрите таким образом сюда два часа лететь и ты во франции да здесь мы переходим от климата великолепнейшего посмотрите давайте уже о воде значит если вы видите не знаю дно видно значит вода высочайшего качества абсолютно как в австралии то есть здесь располагается второй в мире по величине барьерный ли риф располагается здесь новой калейдонии 1 в барьерный рифт это кернс большой барьерный риф соответственно здесь естественно кораллы живут только в чистой воде посмотреть какая водичка лазурная песочек далее может бывает очень редко где увидишь хорошего качества песок как в астрале который как я неоднократно говорил экспортируется из астралии тупо песок в дубай в дубай арабским шейхом на наваливать наваливать пляже понимаете да значит здесь такой же абсолютно песок посмотрите камней нет отличный песок мягенький меленький чистый но он здесь вулканический он сероватый у нас вот там есть вулканы около моего дома где живу в австралии по сиднеем там тоже такой же песок а вообще у нас белый песок вот здесь кстати он тоже светлый а вот мы ездили на пляж на пляже туда по побережью а в ту сторону вот там прям темный видно что вулканы друзья вот такая красота значит вода чистейшие кораллы нырял к здесь очевидно мне нужно ликвидировать пробел я планирую экспедицию это же надо акваван свой тащить и так далее лодку брать на несколько дней здесь ну яхту с командой со всем этим с компрессором и с дайверами фигачить короче на риф уже конкретно нырять это у меня будет отдельная буквально в ближайшее в ближайшее время я ликвидирую данный пробел в своей нырятельной так сказать experience и потому что нырялочка здесь отлично я уже сразу вижу я еще раз говорю сейчас зима вода градусов 26 понимаете можно не вылезать вообще да кстати друзья пляже самой не умеет столицы закрыты вот это сейчас пляж закрыт представляете вон мой отель и я могу искупаться но зачем просто отъезжая на машине а так бы вон пожалуйста пляж и из отеля сход из бассейна сразу сюда и вот пляж почему ни одного человека потому что 2 fatality съели одного австралийца акулы насмерть и буквально три недели что ли назад еще кого-то съели полностью закрыты пляжи но только в самой столице буквально полчаса отъезжаешь ты за полчаса выйдешь из столицы прекрасно можно купаться там тоже пустынные пляжи никого нет вообще шикарно в общем здесь красота красота вот найти ну давайте так давайте сравним до майами бич нервно курит стороне что там понимаете это судом говорит майами бич давайте так кстати я вот сравнению меня в голове крутилась это как вот гавайи да смотрите кто не смотрел видео меня по гавайям там как раз глазами австралийца опять же гавайи я был там много раз опять же удивлен ни разу не было в каледонии черт вот сейчас я это восполню буду сюда ездить это француз как вот для американцев гавайи то же самое здесь я так понял очевидно сразу бросается в глаза это для французов их не гавайи то есть вот каледония французский государственный язык все понятно вон там местные идут сейчас пройдут французский язык еда еда вообще шикарно то есть все на французском языке вот это местные жители прошли да такие улыбались такие все все тебе бонжур сеньор далее что ну это реально франция здесь все французское все французское машины машина кстати любые включая рамы там вам тоже эти всякие горе блогеры говноблогеры австралийские говорили что то тут машин не от какие я не знаю это те которые на круизе сюда круизы из австралии ходят дешевая то что близко там все включено понимаете да тагил возят по стране что же свой тагил есть вот там это семьями их на три часа высадят они выйдут увидят там бомжи сидят бомжи везде в парке сидят здесь прекрасные бомжи добрые такие тоже бонжур сеньор вот они там гречит машин здесь машины любые рамы ездят вот эти огромные дают и все работяги на дизельных автомобиль на дизельных халаксах на на прочим этих тритонах митсубиши то есть все как в австралии абсолютно то же самое вы попробуйте купить дизельный full drive во франции там из-за евро налогов это просто как на ferrari будешь ездить на тебя будет смотреть здесь все работяги на дизельных джипах о чем вы говорите всем мерседесы нормальный премиум-класс все у людей есть roland rover и все катаются все прекрасно далее проехали по дорогим районам все отлично там все что вам говорят что здесь какая-то бедность это все извините это люди не были на гавайях которые говорят бомжи я про лос-анджелес вообще не говорю лос-анджелес это апокалипсис уже так вот друзья здесь бомжи это вы не были на гавайях просто те кто говорят что здесь бомжи на голову на гавайях про центральному пляжу ты просто идешь и разгребаешь этих бомжей через толпу чтобы пройти посмотрите видео я там просто хожу на центральном пляже они просто везде вокруг лежат эти бомжи чем вы говорите бомжи в общем друзья вот так вот такая вот hidden treasure очень напоминает именно вот как новая зеландия но может быть лет 50 назад потому что я посмотрел по недвижимости но я не буду делать по этому видео я тут интересовался инвестициями уже сразу же дам это с клиентами тоже поездили по посмотрели что продают квартиры апартаменты с плана тоже с котлована в общем здесь скажу так чтобы не утруждать тех кому это не важно здесь нова зеландия 50 летней давности плюс отсутствие полные минусов нова зеландия именно холода понимаете да здесь тепло как сильные даже здесь теплее чем сильные потому что здесь как брисбан только нету влажности то есть и за минусом влажности брисбана ну что еще можно желать и плюс для людей как я которые для которых еда это номер один да все кто на спорте все меня понимают здесь французская еда вся французская еда соответственно рестораны великолепные просто я как еще раз повторюсь проехал всю францию неоднократно вдоль и поперек я знаю что во франции что здесь здесь абсолютно то же самое далее ценник ценник на все это просто чтобы опять же не говорить долго кто-то говорил что-то ой чуть чуть подороже чем в австралии вранье не слушайте они не ходили в рестораны и так далее это там вадик говорил сойдя со своего дешевого круиза тагила для тагила австралийского за им разрешили сойтись на три часа здесь он там мудрство из своего опыта какой у тебя опыт ты не был в калейдоне ты сошел с круиза на три часа и зашел обратно на свой дешевый тебе свои дешевую каюту значит скажу так в самых топовых ресторанах я пройду вот уже прошел несколько и пройду все топовые прямо с верхнего листа по рейтингу значит стандартная цена main коса main кос до 40 50 австралийских долларов все мне еще нужно что-то говорить этом за моей понятно да то есть я уже дошло до того что я тут беру по два мэйна он три не беру сразу два мэйна там рыбу мясо качество продуктов просто как в австралии крабы рыба мясо великолепнейшие тартар такой до рубленый вообще супер я такого не ел и 40 50 австралийских еще раз это копейки я какой австралийских ценах а как вадик там утирал что там дороже на 30 процентов это вранье значит дешевле такого качества еда в ресторане будет дороже практически в полтора минимум раза то и в два в австралии я это напишите в комментариях кто не согласен буду оппонировать у меня все счета с каждого ресторана фотки есть я просто буду так сказать с фактами подтверждать то что я говорю то есть пожалуйста вот вам рестораны копеечные на двоих 150 долларов без вина это если ты выползишь оттуда вообще возьмешь как я беру по два мэйна вообще там все французы так улыбается смеяться смеются сеньор голоден я говорю да да я голоден молодой растущий организм такие дела далее продукты в магазинах пожалуйста опять вранье говорили что там дороже чем в австралии значит все у них свое местное как новой зеландии нет новой зеландии яблоки по долу по штучно продают здесь такого нет значит новозеландии конский ценник у них ну а новозеландия уже приближается к своему апокалипсису я не хочу вдаваться с ценами по недвижимости значит здесь все отлично здесь 250 тысяч что ли жителей из них 100 живет столице на весь остров подумайте шикарно соответственно все сбалансировано продукты заходишь ты просто зашел во французский магазин как в париже вот эти там в марселе где угодно те же сети все все французское включая сетевые супермаркеты соответственно ассортиментом абсолютно один в один такой же сыр и великолепные паштеты мясо ну все мясо местные естественно вот сыр и они же там blue cheese все это приводится у меня завтрак это багет яичница их не паштет что там еще и я еще мясо себе с утреца делаю их невеликолепно мясо естественно местная вся весь сифуд вся рыба местные крабы местные вообще все местному кому риф вы знаете у них у них в чистейший сифуд когда мне там говорят про таиланд там и прочее бали куда все австралийцы едет но бомжи туда начали ездить серферы вот сейчас теперь туда у вас отчак поехал там убут там там стейк австралийский по 70 долларов тебе будет привозной понимаете да я тоже рассказывал про это уже черти сколько раз рыба такая же сам он будет австралийский тебе обычно супермаркетные в 3 в 3 дорого единственный там местный сифуд но вы понимаете что там сифуд истекали плавающих по этому сифуду когда он еще живой вот вам все боли все эти так сказать боли и таиланд и вся вся эта нечисть вот вам пожалуйста друзья так что друзья очень рекомендую не слушайте всяких не знаю как назвать не до блогеров которые вам спят машине сначала сиднее потом приезжают сюда и спят со своей новой новоявленной женой опять же в машинах и потом хает что что-то им не то друзья вот такие дела в общем keep you keep you posted здесь просто великолепно для я люблю качество я люблю комфорт я люблю французскую кухню французское вино почему нет тут нырялкой чистая вода вода и вен бутылка когда в полцены австралийской хотят разница два часа то же самое вести в общем друзья все 10 из 10 новая калейдония 10 из 10 если зеландия для меня вообще-то 5 из 10 то есть здесь просто как дома но в европе во франции вообще класс то есть смотрите или мне лететь три часа и я попадаю во францию мне нужна еда французская французское вино французский сервис и французская речь здесь все французы работают естественно на заработках все вот вам пожалуйста и отличная вода кристально чистая как в австралии нету всякой дряни песок великолепного качества тепло отсутствие влажности ребят я не знаю что еще желать спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал я сейчас сворачиваю здесь дела возвращаюсь сидней и будем опять говорить об иммиграции в австралию кого интересует пожалуйста обращайтесь по ссылкам в описании подписывайтесь на наш телеграм-канал там можно задавать вопросы по иммиграции в австралию и всегда получить на них ответы друзья напишите в комментариях чтобы по этому поводу думаете спасибо за внимание пока пис давайте посмотрим что это просто спасибо за просмотр у меня у меня у меня у меня